Готэмская Академия Война Робинов Стой, вернись! Не верю. Мой же сосед оказался Робином. Брось сумку, вернись в общагу, и мы забудем обо всем. Ты меня слышал, Том? Директору Хаммеру не обязательно знать, что ты взял пожертвование. Ага, как же, приятель. Как будто я теперь могу тебе доверять. Стой, что за... Ну же, чувак, я не хочу сдавать тебя. Что это такое? Да не знаю я, Танкреди, не знаю. Нет, нет, нет. Я за тобой валим отсюда. По причине кражи и методы, которым пожертвования были возвращены мистер Савини и мистер Танкреди, оба были исключены. Том говорил, оно восстало, как из могилы, реальный зомбяк. Я же говорила, что профессор Сири ничем хорошим не занимается в этом парнике. Думаете, оно бродит по капсулу, а у нас из-за этого от контрольных не освободят? Так, Танкреди был Робином? А кто еще Робин? Вы все будете рады узнать, что украденное сбережение было не полностью возвращено. Мой автомобиль, тем не менее, все еще остается пропавшим. Я лишь надеюсь, что он отсутствует по важной причине. В завершении, ученики, я хочу вас предупредить. Будьте осторожны в ближайшие дни. За нами, за всеми наблюдают яркие цвета. Молодежи Готэма, как вам всем хорошо известно, были и объявлены незаконными нашими властями. Если вы решите противиться этому, как я решил, мистер Танкреди, вы будете исключены. Вы все свободны, кроме Олиф Северлока, которая присоединится ко мне в моем кабинете. Вау, ты тоже Робиниш, Олиф? Что? Нет, ни за что. Вы знаете, как я отношусь к нему. К мыши. Боже. Я физически чувствую, как увядает мое время. Она уже давно там, а я могу и подождать. Так, отличная команда и поступает. Мы будем поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Ух, эй, ребят. Итак, это Рика Шеридан. Ее родители оставили ее на сегодня в школе. Посмотрите, каково в академии. Она переночует у меня на бывшем месте Люси, пока ее родители принимают решение. Это мои друзья Рика. Йоу, Кайл, Колтон, Памелина. А это Мапс. О, привет. Олиф только что тебе говорила. Мапс, эй, постой. Эй. Снова у безголовой статуи, а? Я должна была занять то место, Олиф. Я должна быть твоей новой соседкой. Не она. Она крадет стиль моего рюкзака и мою лучшую подругу. Совсем не круто. Почему она вообще здесь? Это только на сегодня, Мапс. Если хочешь, я попрошу тетушку Харриет перевести тебя в мою комнату, когда Рика уйдет. Правда? Ты это сделаешь? Ну, конечно. Ты моя лучшая подруга и всегда ею будешь. Офигенно. Ладно, ладно. Ох. Теперь, когда вопрос с нашим проживанием решен, надо заняться делом. Монстр на саводе и наш долг его поймать. Мы были в парнике. В любом случае, тут и типа внезапно отвратительная рука вылетела из грязи и исходила меня, как в кино. Тебя застали с поличным, чувак. Ты закапывал награбленный, как типичный ворюга. Смирись. Когда я там появился, монстр уже выбрался из земли и направлялся вон из парника. По форме оно было как человек, но больше куда опаснее. Фонари не включать, пока не дойдем. Здесь сейчас охрана, куда ни плюнем. Народ. Я считаю, нам надо завязывать и вернуться сюда завтра с учителем. Не трусь, Кайл. Думаешь, хоть кто-нибудь из учителей позволит нам расследовать эту вкусную загадку? Бам. А, вот и он. Гляньте, здесь гурунт раскопа. Ага, это точно парник. Что-то здесь кажется неправильным. Нам лучше уйти и быстро. Здесь какой-то тоннель. Не из тех, что я картографировала под школу. По-моему, наш монстр мог выкопать себя из глубокой старой могилы. И в твоих записульках нет ничего, что могло быть под этой местностью. Ничего, пом. Здесь должен быть сплошной камень от парника и до сюда. Но существо оставило четкий след на лужайке. Должно быть, волчило ногу. Вот и все, конец следа народу. Оно скрылось в лесу. Придется его выманивать. Да, пора наколдовывать план. Я набросала план, чтобы все поняли свои позиции. Все здесь, команда. Это вообще сработает мило? Как по мне, немного надумано. Конечно, хороший план. Сегодня лучше двух. Отличный завтра, брат мой. Колтон добудет оборудование, чтобы по-быстрому разместить сетку. Подпом и Кайл вы будете помогать на земле. Команда Маолив. Это мы, Олив. Маолив, серьезно? Мы ответственны за наживку. Раз зомби любят есть мозги, мы разложим след ведущей к ловушке из еды, похожей на мозги. Грецких орехов, сырных шариков, попкорна. И если еда не сработает, то я надеюсь, что существо привлечет в самый большой мозг школы. Под окном этой лаборатории мы расставим нашу хитрую ловушку. Лаборатория великого мастера наук доктора Кирка Лэнгстрома. Это не сработает, Мабс. То, что грецкие орехи очень похожи на мозги, еще не значит. Поверь мне, я все обсудила с Памелиной, и она согласилась, что у нас тут довольно солидная база. Памелиной, она читает много книг о монстрах и о культных вещах. Но я не очень верю, что она обладает достаточными навыками. Стой, что это было? Я тоже слышу, похоже на... Погоди, Рико. Она Робин? Ты говорила, что она Робин? Рико, мне нравится твоя маска. Поднимайся на крышу, мы зомби выглядываем. Хорошо, хорошо, только не шуми. Ладно? Расскажи мне все о том, как стать Робином. Ты сама себе костюм делала? Ты уже ходила на задание с Бэтменом? Лады, притормози Мабс, верно? Мабс, нам немного помогает, но единственный Бэтмен, грядущийся в ночи, какого я видела, работал с копами. И если ты пропустила, копам мы особо не нравимся в последнее время. Поэтому я тут. Мои родаки не знают, чем я занимаюсь, но они испугались закручивания гаек в общественных школах и захотели, чтобы я была так далеко от любых Робинов, как это вообще возможно. Так что они меня отослали сюда, поглядеть, смогу ли я вписаться. Сможешь, ты точно сможешь. Я еще не совсем настоящий Робин, но я дралась с ужасным папашкой моей нынешней соседки, Клинолики. Помогла остановить оборотня в школе и даже боролась с бедствием вместе с Красным Робином пару дней назад. Правда, Красный Робин, Клинолики, а еще мама Олев знает, знала убийцу Крока. Мы его вечной кормили. У тебя есть маска? Я к тому, что если нет, я могу тебе с этим подцепить. Завязывай ясно, какую часть против правил вы не поняли. Быть Робином теперь незаконно. Рика, я не хочу, чтобы ты стащила мою подругу в свои опасные... Оператор Алиному гнезду. Слышите меня? Слышим, оператор, говори. К нам ковыли от нее клюже кирпичный дом в виде ходячего дверца дамы. Команде по Уколу Айл не помешала бы ваша помощь. Ни разу не видела ничего подобного в городе. Я к тому, что там плохие ребята буквально повсюду, но этот монстр – первый монстр. Я здесь с недавних пор. Обычное дело. В документах о переводе ничего не говорилось о зомби. Секретные перки. Не знаю, я уже могу сказать, что Готовская академия не для меня. Учитывая это, богатеньких детей и учебную жертву в столовой, думаю, я отсюда вольчу в мгновение лока. Вам, дамы, лучше готовиться к движухе, потому что нам надо подвинуть этого бугая на пару метров влевее, на сеть. Если мы хотим, чтобы эта ловушка сработала. Мапс, думаешь, сможешь? Уже бегу. Нет, Мия, не надо. Эй, монстр, у меня тут полно попкорна и других вкусняшек. Мия. Попался? Сорвался народ. Он вырвался из сетки, бежит в сторону главного здания. Из-за чего, во имя всего святого, эти крики, дети, разве отбой уже не достал доктор Лэнгстер? Летающий зомби, летающий зомби. Понимаю, о чем вы. Действительно необычно. Если оно было закопано так глубоко, тело существа могло лежать рядом со старыми линиями питания. Полагаю, провода, которые я недавно установил, могли пересечься с ними. Что и могло привести к перебою моей лаборатории. Поток высокого напряжения и может быть ответственным за реанимацию этого тела, если допустить, что оно было забальзамировано над... Эй, вы! Это место закрыто для учеников и учителей. Я вынужден попросить вас сейчас же уйти. Давайте по домам, детки. Буря надвигается. Может, тело там посадили не просто так? Возможно, учитывая древнюю историю этого здания, нам нужно больше информации. Как считаете, оно может опознать электрический ток, который проводил его назад к жизни? Интригующая теория мистера Ривера. Возможно, именно поэтому оно шаталось в моей лаборатории. Нужно проверить. Все в костюмах, и на одном точно была какая-то белая маска. Они все ходили вокруг дырки в земле, пока охранник ухал. Как сова, не знаю, фигня какая-то. Может и нет, может. Это была самая важная наша улика. А ты упустила ее? Как? Хватит этим. Мы должны сосредоточиться на насущном. Нам надо приманить существо обратно, чтобы узнать, что оно такое на самом деле. Если оно уже однажды нашло дорогу к моей лаборатории, манимое электричество, будем надеяться, оно сделает это снова. Мистер Ривера, машина готова? Да, сэр, готовая и ждет. Блестяще. Давайте начнем. Класс, повелитель пробок начал, так начал. Ага, помирено, очень смешно. Щиток рядом с тобой, Колтон. Просто включи питание назад. Почти нашел. Дайте секунду. О, вы это видели? В окне, да. Ваш план сработал, доктор? Все год... Омага... Я... О чем? Бред какой-то. Олив, стой, смирись. Команданты, делаем, что хотим. Ммм, простите. Северлог. Вау, ладно. Да, я Олив, Олив Северлог. Замечательно. Можно его оставить? Боюсь, судьба этого существа в руках нашего уважаемого директора, мисс Мидзагути. Бедняга, никогда не думала, что мне будет жаль зомби. Существо Эфрем останется пока здесь. Мы еще много о нем не знаем и его клеткам. По всей видимости, больше двух столетий. Но совершенно непонятно, почему он был зарыт под парником. Почему он узнал Олив или кто он на самом деле. Мне кажется, он был там по какой-то причине. И люди в масках, которые видела Рика. О, погодите, это, наверное, мои друзья. Алло, Дюк. Нет, нет, я не в городе, ты не поверишь, когда я расскажу, что случилось. Погоди. Эй, народ, я на пару минут. Прикрою. Эй, ты никогда не знаешь, какой гуль скрывается в руках. Нет, постой. Ты должна остаться здесь. Что? Почему? Просто доверься мне. Я пытаюсь тебя защитить. Дюк, Дюк, это копы, Дюк. Дюк, твою, твою. Рино, нет, полиция. Они не могут. Еще как могут Робины. Мне закон о мапс. Она получает по заслугам. Я не хочу, чтобы ты стала в этом участвовать. Постой, как ты? Олив, ты сообщила полиции Рика. Ты моя лучшая подруга, мапс. Я за тобой приглядываю. Настучав на нас, лишь потому, что Робины поддерживают Бэтмена? Ты передала наши отношения, лишь потому, что терпеть не можешь парня, который сделал больно твоей маме? У меня нет на этого времени Рика, но вы спасать. Нет, мапс. Оставь ее. Она успокоится. Она не дура и не сделает ничего, из-за чего ее арестуют. Во всяком случае, я надеюсь. Я правильно поступила, Кайл? Убери. Берите от нее руки, легавые. Она ничего не сделала. Стой на месте, Митзагути. Смотри вперед, не оглядываясь на меня. Делай, как я говорю, и я помогу тебе с этим справиться. Ты что? Кто ты? Кажется, твой голос... Я друг. Ты должна остаться на свободе, Митзагути. Будь умной, оставь себя и свою личность в тайне. Правда, но она настучала на мою подругу, и теперь Рика может попасть в тюрьму, и... Там ей будет безопаснее, безопаснее, чем вам всем в Академии. Девушка с белыми волосами оказывает ей услугу. Послушай ее сердцем, она желает тебе добра. Почему? Что произойдет? Джокер сделает что-то еще? Я спрятала какие-то особые приспособления по всей школе. Когда придет время, я свяжусь с тобой. Я расскажу, как их найти и использовать, чтобы защититься. Ладно, это круто. На самом деле, круче просто не бывает. Но... Никаких, но и никаких больше приключений, не подвергая себе опасности. Не сейчас. Возвращайся в школу и держись ближе к своим друзьям. Ты понадобишься им, когда время придет. А что насчет тебя? Ты отсюда? Я когда-нибудь тебя встречу? Нет. Мои воины ждут меня на поле брони. И мне придется победить целую армию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok